Есть что-то прекрасное в паре ровных, выстиранных черных джинсов. Но иногда хочется побыть плохим парнем. Хорошая пара рваных джинсов может выглядеть отлично. Проблема в том, что пара купленных рваных джинсов не всегда выглядит реалистично. Но что если я вам скажу, что легко можно самому сделать такие джинсы? Это Томас из Real Men Real Style, и я покажу, как это сделать. Вам понадобятся некоторые инструменты. Во-первых, вам нужен карандаш для ткани, мелкая наждачная бумага, хлопковый ролик, бритва, пинцет или шовный рыхлитель, кусок картона, ножницы, нож или другой острый предмет. Шаг номер один. Отметьте места порезов. Для начала распланируйте, где вы будете резать джинсы. Если вы сразу начнете резать, результат вас не удовлетворит. Самое главное сделать реалистично. Делайте порезы там, где джинсы изнашиваются быстрее всего. В первую очередь, это колени. Не забудьте о карманах, где постоянно лежат ключи и другие предметы, которые изнашивают ткань. Возьмите карандаш для ткани и проведите несколько горизонтальных линий на планируемых местах. Старайтесь делать их разной длины, иначе все будет выглядеть излишне симметрично и искусственно. Господа, помните, чем меньше, тем лучше. Шаг номер два. Начните резать. Вы можете использовать любой инструмент, но действуйте осторожно и старайтесь резать только верхнюю часть ткани. Если вы используете нож, я советую положить картон между слоями ткани, чтобы защитить тыльную часть джинсов. Разрежьте по нарисованным линиям, а далее выверните джинсы наизнанку и начните вытягивать нитки. Черные и синие нити идут вертикально, а белые – горизонтально. Далее возьмите пинцет или шовный рыхлитель и начните отрывать белые нити одну за другой. В это время вертикальные нити будут подниматься. Просто обрежьте их ножницами. Я рекомендую оставить немного пуха по краям, так будет более реалистично, в отличие от ровных краев. Продолжите повторять, пока не добьетесь нужного размера. Можете вытащить больше ниток и отверстий уменьшатся. А если нравится эстетика множества ниток, то продолжайте тянуть, пока разрезы не соединятся. Будут появляться лишние торчащие нити, просто обрезайте их. Для следующего шага нужна наждачная бумага мелкой зернистости на 60 или 80 микрометров. С ее помощью отшлифуйте отверстия. Края станут более настоящими. Обработайте все участки, которые могут изнашиваться. Это верхний край, карманы, пояс. Наконец, вы можете сделать отдельные прорезы в ткани с помощью наждачной бумаги. Продолжайте шлифовать, пока не достигнете необходимого уровня износа. Наждачная бумага разворошит и поднимет излишний пух, удалите его хлопковым роликом. Другой способ сделать джинсы рваными, это использовать бритву. Отличный инструмент для обрезания края в ткани, при этом не поднимая пух. Просто поднимите край и начните, будто бы брить его. Но будьте очень осторожны, чтобы не пораниться. Итак, господа, что касается рваных джинсов. Какие вам больше нравятся, черные или синие? Напишите в комментариях. Шаг номер пять. Постирайте. Закончите процесс, отправив джинсы в стиральную машину, чтобы убрать остатки ниток. Вот и все, господа. Теперь у вас есть пара рваных джинсов.